Готч Какой мед принято считать вообще самым правильным и самым вкусным? Вы как специалисты в этом деле, расскажите нам, пожалуйста, разновидностей представлена масса, как же в них во всех разобраться? Слушайте, ну это такой философский вопрос, на самом деле, какой мед лучше. Я думаю, что это, во-первых, дело вкуса, кому что больше нравится, потому что их, как правильно заметили, великое множество, там от белого до черного, ну коричневого. Вот. Основной принцип, наверное, выбора по качеству меда, это если вы приезжаете на пасеку, вам импонирует пчеловод, вы в него влюбляетесь, ему доверяете и всю оставшуюся жизнь покупаете у меда. Если мы говорим про какой-то технический анализ, то лучше всего помогает пыльцевой анализ, потому что все остальные, то есть там принято считать, что высокая диастаза, показатель качества. Вот. Это сейчас все очень легко подделывается, а пыльцу сложно подделать, потому что, как ни крути, она только с цветов образуется. Вот. И, соответственно, ее наличие может сказать, что мед натуральный. Вот. Еще интересный момент про все вот эти вот ручные способы, так сказать, домашних условий, проверить на тему того, что вот наверняка в интернете видели там историю с блюдцем, когда капаешь водичку и мед образует кристаллическую решетку. Вот. Это все тоже просто больше такой, наверное, туристический элемент шоу. Вот. Плюс химические карандаши тоже не работают, потому что сейчас подделывать мед, фальсифицировать научились очень хорошо и большие сложности бывают. Я вот как раз слышал, что очень много у нас фальсификата и подделок. Пишется мед, а там мед на самом деле не натуральный. А с чего они тогда это делают? Ну, у нас система ГОСТов такая сейчас, то, что там условно, чтобы по ГОСТу пробиться как натуральный мед, нужно какой-то процент его иметь. Ну и вообще это все, опять же, я говорю, очень легко покупается. Вот. Поэтому самый простой способ это вот пробовать и понимать, что тебе больше нравится, дальше искать человека. Ну, самое важное, не покупать мед в магазине. В смысле не покупать мед в магазине? Евгения, вы нас сейчас расстроили. Меня вот ты не расстроил, например. У меня вот всегда, как бы у нас в семье заведено, что мы покупаем всегда пасеку. Ты знаешь в Москве пасеку? В Москве нет. Я вот не знаю московской пасеки. Вот чини богу. И потом, исходя из экологии нашего города, мне представляется, что пчелы... Всегда есть ярмарки Андрея специальные. А, ярмарка меда. Да, я помню, у нас еще человек, который возглавлял в кепке, очень пропагандировал медовую тему. Но как бы то ни было, мед производится. Вот есть горный мед, есть мед, который вырабатывается там. Есть вот белый, как вы верно отметили, есть какой-то там более гречичный мед. Но это же все одними и теми же существами под названием пчелы делается. И зависит, наверное, от того, где расположена пасека. Все верно. Это делается пчелами, да. Смотрите, если мы будем так еще глубже разбираться по качеству, конечно, мед лучше выбирать из тех мест, где наименьшее влияние цивилизации оказывается на окружающую природу. То есть в нашем случае, например, в республике у нас вот две скромные пасечки. Одна там на высоте тысячи метров, вторая на высоте полутора тысяч метров. Это граница с Казахстаном. И там вот уже совсем заповедные места. То есть туда очень сложно добраться. Там 100 километров на каком-нибудь ГАЗ-66. Там дорог нет, ничего нет. Соответственно, там формируется, за счет того, что отсутствует деятельность человека, формируется климат, микроклимат, формируется вот эта естественная природная среда. Декосреда такая, да. Да, безумное количество, например, медоносов-эндемиков. Эндемиков, то есть подразумевается, что они растут только на определенной высоте, там выше определенной высоты, и вот только у нас в регионе. Соответственно, меда такого не может быть много. Он абсолютно другой по вкусу, другой по качеству и все такое. Если мы берем, например, гречишный мед, то на него собирается там бесконечное множество, потому что вся центральная часть России заполнена гречишными полями. Но там есть минус. Он мед сам по себе классный, но с развитием аграрной промышленности, скажем так, аграрий использует большое количество пестицидов, которые опыляются. То есть, орошается гречиха, в частности, и все это впитывается в землю. Соответственно, на выходе мы получаем, может быть, не очень хороший продукт, и плюс это бредно для пчел. И еще последний момент, ремарка по поводу одинаковости пчел. У пчел на самом деле не все так просто, у них есть разные породы. То есть, например, для южной части России это там какая-нибудь кавказская пчела, которая, ей без разницы, как зимовать, потому что там практически нет зимы, там тепло. Она, соответственно, адаптирована под этот регион. А у нас, поскольку вот в республике достаточно холодно зимой, выпадает там 3-4 метра снега и морозы под 40, у нас вот мы несколько лет уже культивируем, восстанавливаем популяцию среднерусской породы пчел. Она же темная лесная. И плюс этой пчелы в том, что она знает, что ей придется долго зимовать, соответственно, она перерабатывает нектар усерднее, насыщает его большим количеством ферментов, соответственно, он полезнее. Но, опять же, не глобально, но на какие-то проценты это все-таки влияет, плюс это влияет на вкус. У нас тут слушатели просят все-таки уточнить, а из чего же делают все-таки не мед, вот тот, который фальсифицированный. Плохие производители что еще добавляют в состав для того, чтобы дешевить продукцию? Я думаю, что для этого же все делается. Да, разумеется. То есть, ну, во-первых, это никто не отменял сахарный сироп, когда у тебя идет активный взяток, и ты просто льешь сахарный сироп, пчелы его перерабатывают, получается какая-то сладкая водичка из одного килограмма меда, там, условно, у тебя делается три, потому что разбавляется. Вот. Второе, это, как сейчас вообще на заводах это делают, берут, например, 25% примерно меда, какого-то там самого дешевого подсолнечника или еще что-нибудь, добавляют туда патоку, добавляют туда пальмовое масло, все это в промышленных таких центрифугах взбивается, и получается как бы крем-мед, вот, очень популярная история, в начале десятых годов была с разными вкусами, но это не мед, это медовый продукт, то есть с таким же успехом ты можешь съесть конфету и получить столько же пользы. Просто мне надо путать понятия, если тебе нравится есть торт, ешь торт, если тебе нравится есть настоящий мед, ешь мед настоящий. А вот, кстати, как мед правильно употреблять для того, чтобы он был в пользу, потому что говорят, что, ну, чрезмерное употребление меда тоже все-таки не рекомендуется? Абсолютно справедливое замечание, потому что мед это все-таки быстрые углеводы изначально, то есть вот эта вся история, что ешьте мед там ложками, ведрами и всем остальным, это выгодно, безусловно, там, производителям, пчеловодам, но это не совсем как бы, здесь немножко лукаста наблюдается. Мед, если вы прям хотите Если вы такой человек, который заботится о здоровье Принимайте его два раза в день Утром встали с теплой водичкой Разбавили ложечку меда, именно с теплой Натощак это выпили, у вас пищеварение заработало Вы получили то минимальное количество Полезных веществ, которые там есть И у меда есть такая штука Он имеет накопительный эффект То есть это не тот случай, когда ты заболел Съел ведро меда и исцелился Нет, если ты его будешь есть на протяжении Года и всей оставшейся жизни У тебя будет явный сдвиг В пользу твоего иммунитета Вот как бы все простые вещи Это вот интересно Николай, вот еще какая штука Я тут узнал, что вы развиваете идею Пчелошеринга Кардшеринг Пчелошеринг Более того, вы предоставляете еще и услуги По организации ведения пасеки Скажите, пожалуйста, а вообще пасека Это прибыльный достаточно бизнес? И какие есть тонкости? Тонкостей много Это безусловно прибыльная вещь Но она трудозатратная То есть очень много времени на это уходит Плюс нам еще на Алтае повезло Потому что мы за счет того, что у нас достаточно редкий Сорт меда И меда немного Мы можем как-то еще цену держать И с нашей маленькой пасеки Четырех тонн нам хватает На то, чтобы в семье нашей жить Как-то развиваться А если мы говорим про степное пчеловодство Там десятки тонн меда Там цена совсем грошовая То есть нет рынка сбыта, который был бы стабильный С хорошей ценой Тогда бы все пчеловоды были счастливы Вот А по поводу Еще каких-то тонкостей Ну вот насчет идеи пчелошеринга Это не моя идея Это молодой человек, по-моему, года 4 или 5 назад Придумал эту историю Когда у тебя есть пасека Ты предлагаешь человеку, который любит пчел Вообще участвует в принципе В каком-то экологическом таком балансе пытается Ты ему говоришь Вот покупай у меня улей пчел Он будет стоять здесь Мы тебе все данные присылаем И каждый конец сезона ты получаешь целый огромный бокс с медом Или с продуктами пчеловодства Соответственно пчеловод для себя решает самую главную проблему А она одна Это сбыт И он может просто очень хорошо заниматься своим любимым делом Если он это любит И соответственно в этом развиваться Но сильна же достаточно конкуренция в сегменте производителей и продавцов меда И как вам удается прежде всего конкурировать И доказывать качество и выгодность покупать именно у вас По сравнению с теми Как мы сами отметили Полусуррогатными сортами непонятной продукции Которые доступны прежде всего в сетевых магазинах И вообще выход в сеть Вот крупные торговые сети Мы уже прямо приходим к теме сбыта Насколько это сложно и хорошо организовано Или вам это не интересно Проще развивать собственные каналы распространения Вот да Мы к этому и возвращаемся То что мы можем конкурировать как-то с этими мастодонтами Так сказать меда или полумеда Тем что мы маленькое камерное производство Как сейчас модно говорить крафтовое То есть каждый наш килограмм меда Это вложена туда наша сила Люди Есть определенный контингет людей Которым важно покупать Вот как Татьяна сказала У кого-то Кого ты знаешь То есть не в магазине Вот мы работаем на эту аудиторию Плюс мы пробовали когда-то заходить в сети Комиссия для маленьких производителей Это бессмысленно Потому что там такие контракты На тему того что ты должен регулярно все поставлять Там огромные штрафы Ты должен иметь большие очень объемы меда И мы как раз приходим к тому Что если ты хочешь продаваться в магазине Ты должен мешать мед с чем-то Потому что иначе у тебя не получится Если мы говорим про маркетплейсы Которые сейчас поднимаются Там Вайлдрис, Азон и все остальное Та же самая история Просто невыгодно Там слишком большая комиссия При маленьких объемах А какая комиссия Я знаю что у больших сетей Была такая проблема От срочка платежа От 60 до 90 дней оставляют За отгруженную продукцию А с маркетплейсами Это какая проблема Вот заказ есть Вот вы со склада отгрузили Будьте любезны заплатите А с какого сейчас комиссии Сколько они берут? Комиссия по-моему на Вайлдрис Была последний раз 30% Вот 30%? Да Это просто за то что Не факт что человек заберет еще Он может приехать Там отказаться Ну то в зависимости от условий Вот 30% ты отсюгиваешь туда Плюс тебе нужно еще понимать Себестоимость Меда ты же тратишься на упаковку На тропе Пятое Десятое И в конечном итоге Получается что Ну там Там же система скидок Обязательно Обязательно система скидок И внутри этой же площадки Тебя начинают продавливать ценой Те же самые Большие ребята У которых мед стоит Там за огромную банку Не знаю За трехлитровые тысячи рублей Как принято считать Вот А твой мед Он стоит там Четыре с половиной тысячи рублей Просто потому что Он лучше И проточек Пятое Десятое Как мы доносим Свою ценность В основном Это социальные сети То есть мы не один год Над этим работаем У нас уже какая-то структура Вырисовалась Вот И плюс Постоянные клиенты Почему Им Как бы Я для себя понял Что самое выгодное Вот для меня Как ремесленника Скажем так Не бизнесмена Это предоставлять Свою компетенцию В том В чем я хорош Я очень люблю пчел Я хорошо с ними занимаюсь Я знаю как собирать мед Соответственно У нас была такая история Что человек Заинтересовался Он очень любит пчел Заинтересовался Сказал Сделайте мне пасеку на Алтае Николай Простите Великодушно Вынужден вас прервать Время Тайминг Давайте сделаем паузу Буквально на 4 минуты И вернемся Вот Разница большой в том Когда вы То есть нет Возвращаемся Вас перебить Sorry Эфир Это утро Под серебряным дождем Да Это было Аксклер Тюклоус Мешался я Пощеребно распелый лист Николай И Евгения Балавиновы У нас на свете Простите пожалуйста Мне великодушно Значит Есть вопросы От наших слушателей И самое главное Из них Скажите Постоянно ем И вижу Что липовые Бывают в одно и то же Время жидкие И уже засахаренные Это нормально или нет Позвольте себе Дополнить вопрос Алексей Измытищ Вообще Когда мед засахаривается Когда мы видим это в банке Стоит этого опасаться Или нет Вообще не стоит Потому что 85% Сортов меда Они должны кристаллизоваться Это естественный Абсолютно процесс И к октябрю Все Почти Да Они остаются Становятся твердыми Вот За исключением Например белой акации Каштаны И вот у нас есть Высокогорные разнотравья Оно имеет свойство Долго не кристаллизоваться Могу объяснить С чем это связано Кристаллизуется Или не кристаллизуется Из-за нектара То есть В нектаре у нас есть Фруктоза и глюкоза И соотношение такое Чем больше фруктоза Тем дольше мед будет Кристаллизоваться То есть он будет Оставаться жидким И год И полтора И два Вот Чем больше глюкозы Мед быстрее кристаллизуется То есть В 85% случаев В нектаре Больше глюкозы И поэтому все окей Вот У меня наверное Вопрос следующий К Евгении Потому что нам вот тут Слушательница Пишет Спрашивает Можно ли мед Использовать в бане Для наружного применения Или это бесполезная процедура Да я кстати знаю Очень многие женщины Этим пользуются Это действительно полезно Жень вы оборачивайтесь Это действительно нужно Еще очень советую Использовать мед Плюс соль То есть мы натираемся Мы сидим Нам все жжет Щипет Но вот результат Вот такой Это такой скраб получается Прекрасно Это прям как скраб Такой получается Очищающий процесс Да 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 Отлично Когда получается И соль впитывается Она все вот эти У нас шлаки выводит Токсины И плюс ко всему Еще мед у нас Как раз таки Кожу Скажем так Скрабирует И делает Мягкой А если у меда Срок годности Спрашивают И зависит ли Срок годности От типа меда Если мед Собран правильно И в нужное время Если он зрелый Вот То мед может Очень долго Не портиться Очень долго Я имею ввиду Веками Вот если Веками Ух ты Потому что там Нечему портиться Вот как раз За счет того Что пчелы Перерабатывают нектар Там есть Такое вещество Вроде перекись водорода Сейчас не помню Как оно называется Но в общем Оно мешает Процессам окисления Соответственно Нектар и мед Не портится И все В сотах Он очень долго Остается жидким Потому что у них Важно То что Если мы хотим Все-таки пользу От меда получить То желательно В течение Двух-трех лет Его конечно же Опустошь В виде бочоночек Даже наверное Быстрее Потому что Чем дольше он стоит Он испаряет Условно говоря Все вот эти полезные Вещества Которые там есть Но вы им не отравитесь А вот кстати А как хранить Правильно его В домашних условиях Вот в квартирных Хранить Нежелательно Принято его хранить В холодильнике Почему-то много Сталкиваюсь с этим Это не надо Сталкивать Вот Идеальное его хранение Условие Это 11 градусов Но такого Недостижимо В среднем Просто где-то В квартире Подальше от батареи И где нет Прямого солнечного света На кухне В полочку В самое место И где-то подальше От запахов специй Соления И чего-то еще Потому что мед Он гидроскопичен Он имеет свойство Впитывать все Вещества Все запахи Которые окружаются А лучше в каких-то Банках В стеклянных Там закрытых Я кстати хотел спросить Очень часто мед Предлагают еще и в пластике Меня это смущает Потому что в пластике Мне кажется Он будет меньше храниться Чем в стекле Или я ошибаюсь Раньше абсолютно правильно Раньше так и было Когда пластик был не очень То есть сейчас у нас Есть пищевой пластик Он как бы Ну понятно Что это нехорошо С точки зрения того Что природа засоряется Экология Все остальное Но если пищевой пластик Той категории Которой нужно Окей В идеале Его хранить конечно в стекле Вот Все два ответа Не надо бояться пластика И Если вы Ценитель То тогда стекло У нас состоит Совсем мало времени Ребята Еще раз просят Вас озвучить Где вас можно найти И попробовать И можно ли заказать Кстати ваш мед Каким-то Несмотря на неудачные попытки Выехать на маркерплейс Может быть у вас напрямую Как-то можно заказать Доставляете вы Конечно Мы доставляем По России Прекрасно с деком Ищите нас Вконтакте Другой мед.рф Или в запрещенной Социальной сети Тоже другой мед Мы там есть В Яндексе Во Яндекс Правильно Пишите Другой мед Все Все понятно Все высвечивается Автоматически Николай и Евгения Боловиновы Были у нас на связи Основатели Другого меда Спасибо вам большое Ребята Удачи Искренне вам Желаем Ну и тем более Спасибо Хотел сказать Что столь ранний час А потом понял Что у вас то уже Полдень практически Самый разгар Рабочего дня Спасибо Хорошего вам дня Все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok